Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему люди отрицают существование Бога? Вы правы, это удивительно. Настолько очевидна не самобытность нашего мира, а наличие у него Творца, настолько очевидна величие, чудес, главных событий мировой истории, связанных с Боговоплощением, смертью и воскресением Господа, что не признавать это поможет человек только в очень серьезном внутреннем ожесточении. Для него объективность не является объективностью. Для него предположение, что весь чудный мир, так таинственно сформированный из элементарных каких-то мельчайших молекул, атомов, но столь разумно, столь премудро, является не следствием действия творческой десницы Создателя, а результатом случайного совпадения каких-то саморазвивающихся частиц материи, ниоткуда взявшихся и не имеющих никакой программы, никакого плана собственного развития, а так как-то случайно от одного недоразумения к другому, совершенствующего свое бытие, аж до свободно разумных тварей, которые мы с вами себя представляем. Ни в каком самом страшном сне такая алогичность, такое безрассудство не может показаться и быть принудительно привита человеку только при одном условии, когда он сам не хочет признавать очевидное, и, как сказал поэт, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», когда самолюбие человеческое, когда его нежелание изглаждать из души действия страстей, главнейшая из которых гордыня, то и довольствуется он осознанием себя самостоятельным, самого себя произведшим каким-то демиургом, каким-то самодавлеющим существом, самого себя сформировавшим, и ни перед кем за себя и за свою жизнь не отвечающим. Это гордостное помрачение ума, которое удерживает многих наших современников, как и предков, как, к сожалению, и будет удерживать потомков, в состоянии следующих пространным путем, ведущим в погибель. Существенно в этом пространном пути то, что он бывает исключительно добровольным. Человек сам довольствуется этой мекиной ложных соображений о каком-то развитии в результате большого взрыва, о каком-то саморазвитии неодушевленной материи, доводящим его до состояния свободно-разумных творений, до вот этой демонической гордыни, ожесточения человеческого, не желающего признавать Бога всяческих, нашего Творца, не желающих признавать и узнавать нашего Спасителя, как такового, и довольствующегося совершенно нелогичными, немотивированными объяснениями своего жития, самодовольного и самодостаточного. Каким образом исцелить так утвердившегося в этих ложных позициях? Только одним способом – это покаяние. Кто сумеет обратить грешника к замечанию собственных грехов своих, к болезни души своей страстями, кто может, как некогда Гамлет, глаза матери своей Гертруды обратить зрачками в душу, чтобы увидеть все безобразие человеческого эгоизма, тот избавит грешника от гибели, спасет душу и покроет множество грехов. Таким образом, именно проповедь покаяния, проповедь нравственного возрождения, проповедь Христа Спасителя, как нашего всеобщего и необходимого для человечества Искупителя ради восстановления единства с Богом, а нет иных способов вернуть человека к состоянию веры, надежде любви и помочь в них, этих добродетелях, утвердиться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok